Думали пересидеть как бы в подвале и оно все как пройдет быстро. Но в итоге, когда начало уже прилетать рядом со всем, то решили ехать, пока машина цела. Из-под пуль семья Дуйловских с ужасом вспоминает апрель 22-го. Тогда в Донецкой области начались активные боевые действия. Кругом бомбежка и разруха. Собрали все нажитое и отправились в Беларусь. Родственники, говорят, давно звали. Добирались окольными путями. В Бобруйск попали через 8 дней. Здесь приняли как дома. Поначалу, конечно, хотелось вернуться. Все равно вернемся, все равно отстроим. Дома уже нет. Родители же там остались, мои мужа. Но потом, когда все это затягивается, все хуже и хуже. Там никуда никаких продвижений нет. Все равно бомбятся. Постоянно эти сертификаты на продукты дают. Потом сертификаты давали в детские, перед школой, перед Новым годом. Вот сейчас, на оздоровление. Средства гигиены, одежда, постельное белье, игрушки, продуктовые наборы. Всем необходимым беженцам помогает Красный Крест. На днях одна из семей получила новенький планшет. Материальная помощь выделяется пенсионерам, беременным, многодетным и инвалидам. Суммы от 350 до 1200 рублей. Все зависит от положения. Денежную помощь получают все граждане, у которых есть ДОП-защита, либо они оформляют вид на жительство. Те граждане, которые оформили паспорт Республики Беларусь, они находятся под защитой нашего государства и имеют все права и гарантии, как и наши жители. Светлана Дергачева родом из Краматорска в Донецкой области. Вместе с мужем переехала в Беларусь еще в 2012-м по рекомендации друзей. Сначала в Светлогорск, потом в Бобруск. Встретили здесь радушно. Спустя несколько недель появилась и крыша над головой, и работа. Через пару лет родилась дочка. Со сменой места жительства сейчас уже осознает женщина, не прогадали. Правда, тогда и в страшном сне представить не могли, во что превратится их родина. Я знаю много украинцев, которые приехали сюда, и люди довольны тем, что здесь тихо, спокойно. Мы как иностранцы, то очень понравилось мне тут сотрудничать с паспортным столом бобруйским. Потом еще нам нужно было в этой все доброй защиты оформлять в Могилеве. Очень такие отзывчивые, идут навстречу все чиновники, официальные лица, девочки очень приятные. И вот как раз там в Могилеве меня с Красным Крестом познакомились, сказали, что я могу обращаться или по поводу себя, или по поводу ребенка, потому что в стране война, я не могу туда вернуться. Наша республика, в отличие от страны-соседки, делает все возможное, чтобы сохранить братские узы. С начала специальной военной операции сюда перебрались свыше 90 тысяч украинцев. Повод уехать у всех один, а путь к миру долгий. Маршрут пролегает через Польшу, Латвию и Литву. Но эти государства для них всего лишь транзит. Конечная точка – островок безопасности Беларусь. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.